Привет, Дина связи. Чарльз Мангер это известный экономист и профессиональный инвестор. И Уоррен Баффетт, и Билл Гейтс уважают его и считают его одними из самых умных инвесторов в мире. Однажды он сказал, проблемы всегда легче решать, если посмотреть на них с другой стороны. Что это значит? Если вы хотите попробовать помочь какой-то стране, вы должны понять, что наносит ей наибольший вред и разработать способы минимизировать это вредное влияние. То есть инверсия поможет решить проблемы этой страны. Давайте же попробуем использовать инверсию, чтобы решить проблемы нашей торговли. Около 90% трейдеров теряют свои деньги на торговле, но это не точно. Поэтому нужно разобраться, что эти 90% трейдеров делают не так. Первое, что они делают, это покупают на пробоях и продают на отбоях. Грубо говоря, они следуют за ценой, преследуют ее и никак не могут догнать. Второе, они пытаются сократить убытки и позволить прибылям работать. Такая стратегия называется 1-0-1 и выглядит она круто, но, к сожалению, зачастую она работает только в теории. Третье, жадность заставляет их входить в позиции слишком большими долями от их депозита. То есть размер позиции у них просто огромен. Да, потенциальная прибыль в таком случае намного больше, но и риски тоже увеличиваются значительно. И риски. Хм, вы наверняка уже слышали советы а-ля не сверхактивничайте. Агрессивная торговля ни к чему хорошему не приводит. Закрывайте убыточные сделки, но наращивайте присутствие в прибыльных. Что ж, в этом есть доля правды, но не перестарайтесь, иначе вас снова вытолкают из игры. Можно перечислять еще много действий таких трейдеров, но тогда вместо видеоролика мне придется снимать фильм. Давайте лучше спросим себя, зачем они это делают? Что ж, кое-что происходит из-за человеческой психологии, но большинство таких действий продиктовано какими-то веб-сайтами с инвесторским образованием. Короче, нашли пару таких сайтиков, почитали и уже инвесторы. По сути, мой ютуб-канал это тоже ресурс с познавательно-образовательными роликами, но я скажу вам, в чем разница. Я говорю вам правду, даже если она не всегда вам нравится. Они рассказывают, что спустя неделю торговли вы купите остров и установите там памятник богатейшему Ди. Вернемся к утверждению. Сократите свои потери и пусть ваши прибыли бегут. Конечно, звучит круто, как раз так, как вы хотите услышать, но все, кто так учат, либо никогда не торговали, либо врут. Это не значит, что у вас должны быть огромные убытки и маленькие прибыли. Это значит, что у вас должна быть стратегия. Итак, давайте отразим это утверждение в зеркале, и вот ваша новая торговая стратегия. Первое. Покупай слабость, продавай силу. Знаете, почему так нужно делать? Потому что это абсолютная противоположность тому, что большинство других делают. Те, кто читали книгу «Путь черепах», явно не согласятся, ведь Куртис Фейс написал там совершенно другую фразу. Покупай силу, продавай слабость. Да и к тому же, вы можете легко спросить у меня, если ты решил заходить на распродажи, откуда ты знаешь, что эта распродажа на рынке уже закончилась? Ответ крайне прост. Не знаю. Никто наверняка не знает. Нет никакой разницы между тобой и Уоррен Баффетом. На этот вопрос точно не ответит ни он, ни ты. Второе. Фиксируй прибыль и будь терпеливым. На самом деле, очень часто сделки закрываются в минус, потому что трейдеры куда-то спешат и не умеют ждать. Я об это сам часто спотыкался. С хорошей стратегией почти все убыточные сделки можно закрыть в плюс, если просто подождать. Если вы ограничиваете ваши убытки на очень маленьком диапазоне падения, то вы лишаете себя множества отличных, хороших сделок. То же правило работает и в другую сторону. Если вы будете пытаться накопить на сделке прибыль, вы можете быть очень сильно разочарованы, если этого не произойдет. Поэтому про фиксацию прибыли тоже забывать не стоит. Третье. Размер ваших позиций должен быть маленьким. Это поможет вам торговать головой, а не эмоциями. Единственный способ подавить эмоции и думать логически и терпеливо, это рассчитывать размер позиций. Качество ваших торговых решений будет сильно зависеть от этого размера. Кстати, ваши волосы, за это тоже спасибо не скажут, посидеют в 20, оно вам надо. Гэндальф, что с тобой произошло? Я просто торговал криптовалютой. Четвертое. Используйте стратегии с небольшой прибыльностью, но большой вероятностью успеха. Пять маленьких, но успешных сделок принесут вам больше прибыли, чем одна сделка, которая к тому же может вообще не зайти. А риски при этом будут намного меньше. Надеюсь, вы уловили мой месседж. А то долго не мог сообразить, как организовать эту мысль в слова. Следуя таким простым пунктам, в вашей голове можно будет перестать болеть, а депозиту бояться слива. Это был проект Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Заглядывайте к нам в телеграм, ссылочка на который будет в описании. Связь со мной можно держать через группу вконтакте. Тоже ссылка в описании. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok